продолжим развитие нашей лабораторной на уровне второй лабораторной и цель второй лабораторной первое это загрузить все в Postgres то есть сервер революционных баз данных сейчас современный достаточно мощный является конкурентом в общем-то коммерческим системам и с каждым годом он становится все круче и круче можете в своих проектах его активно использовать PostgreSQL первый этап это нужно определить типы данных для наших полей да то есть для таблицы counterparty agreement flower исходное задание у нас вот такое можете остановить видео и почитать вот мы проектировали из ER диаграммы построили человек диаграмму потом по набору правил здесь мы их так изобразили построили логическую модель теперь нужно строить физическую модель она от логической отличается тем что добавлены типы данных что касается типов данных но для 14 постового Postgres который в настоящий момент установлен на сервере есть вот такие типы данных то есть bigint 8-байтовый integer bigserial автоинкрементный 8-байтовый integer bit можно указать количество бит если хотите бит варин то есть число представляете в виде набора битов с максимальным количеством н можно сокращенно в орбит используют буллин бокс это расширение связанное с геоинформационными съемами байт арей просто набор байтов очень редко используется я на море кинжу и сына записывать еще чем-нибудь характер набор символов фиксированной длины вар чарли характер варин оригинальный тип стандартный то есть строка с переменным количеством символов с максимальным количеством n можно его не указывать с любым количеством сидир сидр и пи 4 или выше в 6 network адрес то есть но это по сути говоря строка или набор байтов этом не знаю как она представляется но стрессе вот все набор байтов транслируемых в соответствующее представление кружок вот опять же как бокс дэйт время дата то есть год месяц день стандартное его представление дабл прессижен то есть восьми байтовые число с плавающей запятой опять же интернет и пи 4 или пи 6 адрес интеджер то есть вот у него int int 4 4 байтовый интеджер интервал то есть по времени какой-то джессон видите даже джессон в бинарном представлении более компактном 5 линия из гисов сегмент mac адрес сетевой дамок адрес восьми байтовый деньги то есть кажется маунт вообще есть стандартный тип каренси в скуэль но четвертого не видно не оберег значит это такое общее представление числовых типов то есть по это количество символов с количество символов после запятой предполагается что это число с фиксированной запятой там свои методы округления используется геометрическая последовательность точек информативная строка в журнале снапсчет идентификатор . многоугольник число с плавающей запятой уилл 4 байтовая маленькое число то есть 2 байтовый интеджер маленькое интеджер с последовательным увеличением автоматически создаваем стандартный сериал 4 байтовый интеджер с автоинкрементом значит текст то же самое что варчар ну практически время время с указанием временной зоны можно отдельно таким таким вот образом обозначать временной штамп то есть включает себя и дату и время также современной зоны запрос на поиск вот все внутренние конструкции дополнительное расширение стандартного SQL и стандартного набора типов SQL вектор поиска кстати да что-то новое из того что вот это мне больше всего нравится UID я часто вместо автоинкрементных целых чисел использую UID но тут проблема с порождением этих UID сразу возникает точнее как одновременно как бы решается и одновременно создается то есть их приходится по-другому создавать не стандартным методом не автоинкрементом например а нужно писать какой-нибудь генератор или стандартную процедуру использовать ну и данные XML ну из них нам имеет смысл использовать разновидности это собственно текст или varchar для строковых значений integer для целых ну нюберик если хотите можете или ну его синоним дейсмал вот и можно использовать да вот это свойство автоинкрементности сериалов например в стандартном SQL есть еще такая штука как домен называется то есть это тип данных с ограниченным диапазоном значений вплоть до например некоторого множества допустимых значений что делается для чего для того чтобы поддерживать консистентность базы данных ну то есть не противоречивость предметной области сейчас попробую найти вот погуглил по звуке сказал 14 домен дефинишн мы нашел он англоязычный для 18 до 14 должен быть из конструкции кредит домен пост позитивный с интегра и к нему добавляется чек кондишен вылью больше нуля то есть если попытаетесь то есть определите некоторые поле до или столбец в базе данных типом позы интегра и попытаетесь туда число записать меньше единицы то он этого не даст делать скажет что вот это вот ограничение нарушается create table my table id post int теперь добавляем добавляем в таблицу число 1 все сработало а если добавляем минус 1 то будет создаваться исключительная ситуация ну например вот дата договора да должна быть больше определенные даты номер текущие если конечно никто не заключать договоры по постфактум то есть задним числом следующий важный элемент SQL а это секвенсы мы только что смотрели тип данных с автоинкрементом сыграл до который вот что это такое это целое число плюс некоторые процедуры порождения нового значения то в случае если в insert или апдейт инсерта чаще всего дайте не должно быть так вы вставляете кортеж где значение первичного ключа например обозначенного сервел не обозначаете то есть он по умолчанию генерируется так вот секвенс это такой явный образ сгенерировать такое идентификатор для первичного ключа зачем важно знать секвенсы важно это потому что например вы можете в случае если вы какой-то фирме работаете и этой фирме есть сайт с очень большой нагрузкой то есть много пользователей с ним работают то то что масштабировать ресурсы вам нужно будет разбивать базу данных на куски например если это вручную делать сейчас автоматические конструкции для создания репликации или копии куда-то тоже шардинг так называемый так вот можно на одном сервере хранить записи у которых четный первичный ключ в другом на другом машине например другой таблицы или на другом компьютере хранить с нечетным значением поэтому секвенсы и как раз позволяет определить эти все свойства то есть мир создать секвенс имя да какое-то как тип данных то есть это возвращаемое значение будем так говорить целое число например на increment by шаг минимальное значение такое-то максимальное значение такое-то начальное значение такое-то ну про кешера ничего не смогу сказать и он байт таблица имя столбца обычно все это не делается то есть обычно create sequence и имя ну там . запятой и вот потом этот секвенс можно использовать при определении таблицей как число по умолчанию вот один из способов без умолчания вставляете на меру дистрибьюторы значения nothing да вот имени что ли а в качестве очередного айди или первичного ключа а вот значение вот этой функции next wall то есть она создает новый создает новое значение для секвенс при помощи секвенса сериал и возвращает его подставляет сюда можно секвенс например подкрутить через select в чем еще особенность секвенсов заключая в том что он внутри транзакции делается ну как и сериал тоже то есть его работу очень сложно нарушить нарушением работы баз данных то есть он всегда будет генерировать правильное значение чтобы там не происходило мы будем пользоваться оператором create table попытаемся вас генерировать при помощи db дизайнера вот но общая структура create table вот можете на этом примере посмотреть то есть название столбца ну или атрибута до тип да данных или домен естественным текст прайс не умерик там по умолчанию некоторые значения есть в не умерика или децимал да и по умолчанию 9.99 цена то же самое можно делать с секунцами то есть продукт набор интеджер по дефолту если вы не указываем в дзр тиранта next вал про так то есть по сути период это собственный сериал кстати еще одна польза от секунцев то что мы например можем объединить все первичные ключи в базе да ну или какие-то там наборы первичных ключей которые с одним секунцом взаимодействует зачем это может быть нам нужно было бы это можно нужно было бы нам для того чтобы например обозначать место нахождения момента порождения объекта для отладки это сложный вопрос то есть мы все к он сможем вставить например какую-то дополнительную информацию о том где была порождена некоторая конструкция ну и потом находить место программе и мы что-то там ошибочно делаем мы вот собственно нам показано что секунц мы можем заменить на сериал вместе с типом данных то есть если мы не хотим парить секунц я так думаю что просто с обд автоматом создает секунц для некоторого целого числа так ну ладно мы отклонились от темы давайте будем заниматься проектировать откроем дебе дизайнер я вначале просто эту схему перенесу дебе дизайнер чтобы у вас время не занимать отключу пока микрофон и записи я тут пока дизайном занимаюсь я заметил что ордер не добавил сюда сейчас мы его тоже шлепнем вот собственно ошибка ведь было единица то есть изначально эта идея была что в агрименте несколько запах этих ордеров них естественно цветы но вот если модель оставить вот так в таком виде да то получается то правильный вариант отношения что один и тот же цветок может находиться в разных агриментах туда и вот факт его нахождение она определяется ордером то есть ордер он объединяет заявки заявки идентифицируется ордер дэйтов вот ну и соответственно база данных получается вот такой что ты опять ничего не напутал агримент про и приличные ключи flower какое количество и какая дата вот теперь более-менее так ну она продолжу пока дизайн ну вот принципе что у меня получилось тут еще надо добавить в flower цену цену рубля да добавить поле price здесь не указывается а вот сайт ну что там миллион рублей то максимум еще копейки на получается 7 позиций 8 9 позиций две позиции после запятой каунтер партии забыл еще адрес но сейчас добавлю так ну вот вроде все чего-то если вдруг не хватает потом можно доделать уже по идее конечно хотелось бы чтобы прайс у нас был всегда больше 0 как у нас здесь домены устроены если чем просто можем исходники потом пытай добавить собственный домен так пробуем экспортировать экспорт с куэли короче прибилом и проект сейчас я придется заново делать после регистрации я вспомнил что вместо вендора можно использовать использовать ну вот еще походу расстался ну вот я воспроизвел тут пешок несколько полей осталось добавить все равно какая-то фигня получилось какие-то лишние эти как надо убрать контрлесс не работает а я все а вот здесь вот три теперь штуки жесть какая-то ну вот вроде что-то уже готовы дополняем остатками прайс децимал то есть так пойдет чего-то была схема но вроде не ругать отлично в уголе ли нам нужно просто дату оставить в принципе тоже быть назвать кавычки ставить здесь должно быть количество то есть каланты это чё немножко порядок в нем у нас первичный ключ был все-таки первым ордера почему-то первичный ключ последним стоит ну ладно еще вроде сейчас пробуем экспортировать так конечно констрейнты бы не добавить так не майкрософт и сквеля позже сквель очень дефолт крит альтер дроп скай крит экспорт смотрим чего у нас тут получилось сейчас сохраним куда-нибудь таблицы нагенерировались не открылся открылась приложение добивер вот и тут очень красивенько все это представлено что за е куда взялось очень-очень интересно какие-то таблицы откуда-то генерируются ладно сейчас почистим вот что-то получилось ну тоже запустил новый экспорт открываю что у нас теперь опять откуда-то этот е надо я просмотрел давайте так удалим его сейчас ее уберем такое впечатление складываешь что редактор маленько недоделан что ли так хе-хе-хе я не в ту базу данных экспортирую формат майкрософта эти скобки это показывает вот здесь надо пост резкую или указать create ну а что дефолт интересно стоит открываем ну вот вроде нормально все ну теперь надо бы сделать две вещи первые базы данных создать здесь вот должно быть создать объект базы данных вот этим мы его назовем его flowers я пошли буквы чтобы хорошо было видно так владелец я а давайте студент кодировка ф8 пространство времен дефолт окей flowers теперь нужно сюда загрузить структуру и тут можно и вручную конечно набивать то же самое что и вот в дебе дизайнеры но можно этот скрипт запустить для начала все таки мы тут кое-что добавим дополнительно в частности чтобы начальная дата была меньше конечной даты в общем alter можно скопировать конечно так что у нас там agreement да add constraint and date greater than start date такте надо посмотреть синтаксис таких ограничений вот constraint имя так имя у нас constraint и имя потом check надеюсь тут правильно все написал так теперь дальше почему у нас еще какие ограничения есть чтобы цена была цветка больше нуля да и количество тоже order я сейчас здесь наберу потом покажу ну вот что-то подобное по идее конечно чтобы order date находился внутри start и end еще хе-хе но это маленько по-другому делается так ладно попробуем еще загрузить могут возникать ошибки из наших альтератейбл так ну нажмем кнопку выполнить а это что такое да ну active connection интересно конечно сохранил я его на всякий случай в виде текстового файла ну вот какое ценение вроде нет все равно не хочет нет все равно не хочет а сейчас вручную сначала подключаемся к серверу нужно сюда скрипт скопировать я сделаю через виртуальное соединение соединяюсь обратно со своей машиной есть вот я соединился сейчас найду скрипт скрипт нашел тебе нужно себе здесь какое-то гнездо сделать сюда его скопировать так теперь midnight нам не нужен окей возвращаемся обратно сюда ls l psql сейчас запустим он спросит опять же этот пароль вот ну и что баз данных студента нету поэтому нам нужно ее указать вот сколько я помню flowers вот этот пароль во то есть у нас таблиц сейчас нету это командная строка сейчас нам нужно импортировать файл сначала посмотрим help и execute commands from file ну поехали все даже все вроде правильно наши таблицы так возвращаемся обратно я вам тоже наверно клевую сделаю командную строку но у нее можно будет войти только из дома университет у нас очень проксайта всем ненавистно работает вот разворачиваем наш flowers появляется таблицы agreement и так далее можно что мы тут order да и flowers настраивали настраивали можно посмотреть генерация SQL команда и outdated definition language пожалуйста компактный синтаксис для нашего таблицы flower но это уже сгенерировано не генератором DB дизайнера да а уже самим постдресом на тело данные добавить получается опять же этим добивером используемся потом я кстати покажу как подключаться к базе данных вашей подключаться добивером можно тоже из дома так в общем flower я хочу все делать через SQL ну потому что нужно учиться правильно тут кстати можно диаграммы строить смотрите таблицу и диаграммы other flowers или public прямо не хочет если просто flowers вот это она была кстати очень удобная штука я когда преобразованием данных занимался из одной базы данных другую очень удобно посмотреть а вот вид диаграмм ну не маленько другая нотация узнаете да в принципе вы поняли да я не очень люблю визуальный редактор сейчас попробуем все таки со SQL что-нибудь открыть SQL script новый SQL script давайте давайте insert обязательно написать большими буквами into flowers с точка паблик сразу паблик точка флауэр теперь пошли перечень наших полей от колонки пк давайте автоматом не будем вставлять да то есть price запятая name кстати вот мне так неудобно я хочу чтобы сначала name был потом price values о чем мне не подсказывает интересно давай сейчас ставим строчку попробуем то есть ноготки 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 красивенькие цветочки ноготки и цена получается ну пускай там 10 вот эти форматы не совсем ну хватит шесточку напишем там потому что вот эти всякие локальные установки они могут влиять на представление чисел с точкой или там запятой ну предположим что у нас такой ISO стандарт здесь скажем 10 рублей 20 ну 20 копеек да получается ну и запускаем ну по идее точку запятой это можно что пишут что колонка ноготки не существует почему это вот это не стало колонками ну давайте посмотрим синтаксис как говорится самое слово intu забыл получается давайте добавим в общем insert intu intu вроде добавил вроде добавил intu 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 ну и правильно колонка ноготки нет существует а да это одинарная кавычка она кстати носит характер ограничения значения то есть это не обязательно только для строковых скажем да дату они тоже в кавычках будут все теперь давайте несколько значений и сразу зададим для этого нам нужно немножко таким вот образом сделать сколько я помню они через запятую делаются пока сейчас сначала здесь пустую строку поставим такой шаблончик себе сейчас я их набью первые цветы которые мне пришли в голову я их сюда вбил сейчас попробуем запустить и не получается смотрим в чем проблема 100 до 4.45 здесь запятой не хватает значит один оператор он в одну транзакцию входит то есть если если багарин у нас транслировал эту часть то не значит что он их туда добавил так что еще значит формат неправильного инсерта сейчас сейчас будем искать ну вроде правильно вот получается такой же синтаксис мы будем разбираться о надо было пробелы где ставить это очень хорошо это заставляет все правильно красиво писать ну теперь посмотрим что у нас тут есть содержимого контекстное меню есть view data ну вот видите пк он генерировал самостоятельно ну так же я заполню остальные то есть counter-party сначала ну там скажем две организации добавим можно вручную их тут добавлять ну в смысле редактирование ну так же вручную добавить пару организаций ну вот я колонки перечислил теперь будут для них значения так изначально у нас эта штука как называлась минск зеленстрой вот так и назовем добавил минск зеленстрой просто его скопирую пару раз и переименую какой-нибудь российский адрес напишу так вот у меня два поставщика есть или заказчики какие-нибудь в минске там не знаю скажем городская городская дума я там не знаю честно говоря какой у них орган то маршала маршала Рокоссовского напишу правильно только написать надо дом 54 улица московская дом 14 минск белоруссия ну вот ну вот это хозяйство запустить теперь ну как обычно ошибки insert has more target а телефон еще забыл сейчас допишу телефоны что беларуси телефонный код плюс 375 где этим пользоваться какой-нибудь наш добавим там плюс 7 490 345 6 7 8 9 да случайное совпадение я вот не виноват так мы пробуем запустить теперь все сохранилось ну теперь нам нужно чтобы минск зеленостроен например городскую думу минска то есть первая организация третья послала какое-то количество цветов а сейчас мы это реализуем то есть первое и третье ну вот наш шаблон теперь будем данные вставлять то есть сначала у нас supplier то есть 1 customer free начальная дата что надо по формату это вписать как 2024 кстати можно специально ошибку сделать чтобы ограничение не выполнилось то есть верно 909 а второе например это end date пусть она у нас будет 20 24 0 8 0 9 так сейчас остальное посмотрю на вопрос зеленстрой пусть еще минск зелен цепочка такая допускай тоже городской думе то есть 24 23 посылает тоже ну вот вроде правильно давать от договора с учетом нарушений зависимых сейчас пробуем запустить вот видите она пишет что нарушается ограничение end date greater start date для вот этого запроса то есть если вы хотите можно посмотреть есть ли данные видите нету следовательно весь запрос не выполнился нужно кстати пробовать 18 написать будет вне формата скажем неправильный формат out of range формат такой начало идет год потом месяц потом день run отлично теперь осталось нам какие-то данные для order задать наши колонки и у нас agreements появились записи мы сейчас будем использовать второй есть договор и третий видите кстати цифра 1 в секунсе потерялась из-за того что у нас не выполнился запрос второй агримент ну и там цветок номер 2 девятнадцатого числа две тысячи штук три третье agreement цветок номер 1 например двадцатого ноль девятого количестве там двести штук если побольше сейчас сделаю видите у нас получается разные цветы должны быть так три четыре пять например так здесь вот так можно сделать ну здесь понятно тысяча можно триста штук двести таких две тысячи таких и двести таких ну пробуем выполнить вот сработало так это у нас что у нас что у нас пью дейта значит чем мне нравится что он накапливает можно потом подчистить вкладки то есть agreement то чтобы обновить нужно нажать кнопку refresh counter party refresh запросы которые мы делали тоже можно сохранять здесь и он сохраняет еще это между запусками приложения ну и финальный аккорд попробуем сейчас синтезировать SQL запрос который показывает нам детали вот об этом order то есть кто кому в рамках договора заказал сколько цветов откроем новый SQL скрипт откроем новый SQL скрипт как его тут создать SQL О да from public order у нас как бы главная таблица заканчает да вот он видит сразу же поставил я еще не буду s красиво для начала можно его запустить нет данных потому что мы не написали что мы хотим вот . значит нам из этого нужно только order date вот . count запускаем отлично теперь нужно ограничение да where ограничение ну то собственно с кем мы имеем дело где у нас agreement да нет order у нас два да а agreement должен быть равен двум так а чем они нравится название неправильно agreement все равно что-то не бьет тут у него сейчас разберемся в общем кавычки наше все вот мы отфильтровали наши четыре цветка так теперь идем идем все у нас отношения помните да они все обязательны мы можем использовать inner join стандартный так join on теперь нужно вторая таблица вторая таблица у нас от которой зависит order это agreement agreement да нет а ну да паблица допишу теперь а точка а точка а точка а а точка agreement пк так и нам теперь нужно туда добавить что нужно добавить нужно дату да оттуда взять а точка start запятая а точка end хорошо он сам кавычки расставляет так что-то так что-то пробелы был после запятой ставил запускаем вот start end так теперь нужно нашей организации еще раз join public точка count party c on и что мы здесь состыковываем customer и supplier counterparty customer и здесь у нас еще будет supplier supplier итак вот я добавил видите у нас мы два раза делаем запрос теперь counter party в одном случае он c назвать в одном случае s тебе нужно их добавить сюда вот я добавил эти два поля и потом можно переменовать для красоты сейчас пока так как есть пускает что уже заговарили в городскую думу посылается измен зеленстроя в такую-то дату такое-то количество цветов осталось цветы добавить вот я присоединил таблицу flower туда нам нужно взять price и название да еще перед price мы поставим f9 fprice и теперь пионы по 100 ну и теперь конечно хочется сумму показать то есть сумму по позициям для этого мы что должны сделать вычислить fprice умножить на по к с там а м перебинаем это мало 200 рублей или там чего-либо можно этот запрос тоже запихать наш текстовый файл там кстати будут ошибки исправить ну вот, ладно, то есть здесь agreement надо и в запросе тогда тоже здесь agreement например давайте по... сгруппируем по agreement сгруппируем группа agreement запитая и ордер date сейчас это не должно сработать потому что когда мы будем группировать нам нужно чтобы это поле либо участвовало в group by либо была в агрегатной функции у нас агрегатная функция будет суммировать стоимость по каждому по каждой позиции так нам кстати многие join не нужны сейчас я уберу вот по идее что-то вроде такого нужно быть ну да логично добавить сюда вот эти поля по которым мы группировали так вот опять кавычки расставлять вот кавычки расставил запустил получаем у нас такая статистическая информация так ну надеюсь все было понятно до новых встреч значит предыдущую лекцию я исправлю и снова я вышлю вам до следующего раза